Компьютерная зависимость Когда речь заходит о каких-то серьезных страстях, которым они подвержены, они не хотят признавать следующего, что они по-настоящему любят эти страсти. И когда мы должны бросить того, кого любим или что любим, мы сталкиваемся с жуткой скорбью. То есть это реально очень больно. Поэтому люди всеми силами стараются оправдать эти страсти и стараются с ними не бороться, ну просто чтобы себе не причинять боль. Это касается не только, кстати, компьютерной зависимости, это касается там чревоугодия, лени и много чего. Но вот апостол Павел пишет в послании к Оринфянам, он пишет, все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Вот плохо не в компьютерные игры играть, а плохо, когда ты не можешь не играть в компьютерные игры. Если человек раз в несколько дней вдруг потратил 20-30 минут, чтобы поиграть в какую-нибудь компьютерную игрушку, я не думаю, что это причинит особый вред его душе. А вот когда человек по несколько часов в день, а бывает даже и два часа в день, он сидит и беспрерывно играет, то плохо не только то, что он в праздности находится, а его состояние плачевно тем, что если даже он захочет прекратить играть, у него это сразу не получится. Хотя бы только по той причине, что вот перестал он играть в компьютерные игры, и у него целых два часа высвобождаются свободных, которые нужно еще научиться чем-то занимать. А просто так ты же себя не можешь заставить, что вот теперь я раньше играл в компьютерные игры, а теперь я буду два часа в футбол играть. Так не получится. Поэтому для начала нужно признать себя больным человеком. Человек, который имеет компьютерную зависимость, он болен. Нужно сначала это признать. Начать искренне, и поверьте мне, это очень большой подвиг, искренне просить об этому Господу Богу помощи. То есть, Господи, признаю, что болен, сам ничего не могу сделать, помоги мне, пожалуйста. И потом с благодарностью принимать помощь от Бога. Помощь бывает совершенно разная. Где-то, может, человек заболеет, где-то, наоборот, утешение какое-то придет. Но все начинается именно с искренней, честной молитвы Господу Богу. Если мы не начинаем молиться, то без молитвы очень сложно победить вообще хоть какую-либо зависимость. А тяжелой зависимости, наверное, и вообще невозможно. И тогда бывает, человек, даже если временно он прекратил, то наступила скука и опять вернется к тем своим порокам, которые у него были. Но сам Христос на эту тему так и говорит. Сей же род изгоняется только молитвой и постом. Про молитву я уже сказал. А пост — это вот то самое воздержание, когда то, что нам очень хочется и нравится, даже то, что мы любим, мы этого для себя не допускаем. Это касается не только компьютерных игр, это касается там и еды, и каких-то еще каких-то праздных удовольствий. То есть род этот бесовский сгоняется только молитвой и постом. Но советую начать хотя бы именно с молитвы. Пусть она будет там прям пять секундочек в день, но это будет искренняя молитва, что, Господи, погибаю, спаси меня от капитальной зависимости. Моги Господь.